Приветствую, я Василий Голованов, мой собеседник сегодня, Аббас Галямов. Господин Галямов, здравствуйте. Здравствуйте. Традиционно попрошу в самом начале интервью наших зрителей нажать кнопку «Нравится», для того, чтобы YouTube рекомендовал просмотры другим пользователям тоже. Хочу поблагодарить сбройню Сыла Украины, затащу МНЕ, можно вести роботы ТЦ, интервью. А начать, господин Галямов, я хочу, конечно, с истории над Кремлем, беспилотные летательные объекты, которые вчера наделали много шума в прямом и переносном смысле, уже сегодня много версий произошедшего. Президент Украины официально заявил, что Украина к этому отношения не имеет. Институт изучения войны предполагает, что это могла быть инсценировка самой России, а Илья Пономарев пишет, что это были некие российские партизаны, целью которых атака дронов была цель не Владимир Путин, а отмена парада 9 мая. Вы к какой версии больше всего склоняетесь, если отталкиваться от того, кому это было нужно, какие выводы можно сделать, какие последствия могут быть? Я придерживаюсь вообще такой базовый принцип, у меня не чесать правой рукой левое ухо. Самое простое объяснение обычно оказывается самым близким к правде. Значит, идет война России с Украиной, Россия бомбит Киев. Наиболее логичным представляется версия о том, что Киев в ответ бомбит Москву. То есть для ВСУ совершенно очевидно, Москва как столица воюющего с ними государства, представляется легитимной, логичной целью. Если смотреть с точки зрения, кому выгодно, ну опять же это выгодно Украине, потому что это такие вещи, они мобилизуют сторонников, они их вдохновляют, они деморализуют противников. Очевидно, что Путин в нынешней ситуации вообще российские власти, российская армия выглядят очень бледно. Именно поэтому я не верю в версию о том, чтобы они это сами сделали, потому что, ну, они проигравшие. Понимаете? Единственный по-настоящему легитимизирующий путинский режим фактор, это фактор силы. Вы просто не представляете, сколько раз я за последние годы на самых разных фокус-группах, которые там проводишь обычно в рамках избирательных кампаний, которыми я занимаюсь, я слышал о том, что вот России нужен сильный президент, Путин сильный. Это главный мотив, это единственный, по сути, в последние годы мотив поддержки режима. И вот не будут они своими руками уничтожать вот ту единственную скрепу, которая, собственно говоря, удерживает людей в лагере их сторонников, потому что, ну, это же происшедшее демонстрирует просто какую-то невероятную феерическую слабость российской армии, ну, и, соответственно, Путин как главнокомандующий, человек, который 25 лет практически без одного, эту армию строил. То есть, если они не в состоянии обеспечить безопасность Кремля, то получается, что они вообще ни на что не годятся. Понимаете? Ну, то есть, вот это подозрение о том, что российская армия бумажный тигр, что их пропаганда дурила все эти годы, оно и без того в сердцах сторонников путинского режима поселилось усилиями ВСУ за последний год. А тут такая наглядная вообще демонстрация этого позора. И, ну, не будет Кремль сам себе в ногу стрелять таким образом. Нет таких плюсов, которые он получит, которые бы стоили вот этого огромного минуса. Ну, что он может сейчас предпринять, чего он раньше не делал? Ну, он и без того... Это же не то, что, знаете, он сидит как институтка там, боится, значит, там лишний выстрел сделать в сторону Украины, значит, и поводы там для себя придумывает. Да они с утра до вечера бомбят украинские города, убивают детей, понимаете? Без всяких поводов они... Они в 4 утра, как нацисты, в 41-м году начали бомбить Киев, начали войну, без всякого повода вообще, да? Считаем, что мы правы, а украинцы не правы. У них украфашисты там. И все, вот, понимаете? А тут они вдруг, значит, повод им какой-то нужен там. Да? Ну, нет. Вот, понимаете, у любого политического действия есть издержки. То есть ты всегда взвешиваешь, что ты получишь, плюс или минус. Вот здесь издержки, вот связанные с этой демонстрацией слабости, они перевешивают все плюсы, вот это вот там, значит, возмущение там за сторонников, требования жесткой реакции. Так это возмущение и жесткая реакция, они же к чему приведут? Потому что Кремля все будут ждать ответа, а Кремль ничего не может сделать. Ну, то есть он же все, что мог сделать, уже сделал, понимаете? Ну, это же не то, что там Путин сидит и говорит, «Да, я могу, конечно, взять ВСУ, взять Бахмут, но не буду его брать». «Мы можем пойти на штурм Киева, но не будем это делать, да?» «Нет, они же не берут Бахмут не потому, что они стесняются, они его не могут физически взять, так они и сейчас его не смогут взять, понимаете? Сейчас, вот даже если они раскручивают вот это…» Ну, то есть главное правило в политике, понимаете, нельзя создавать завышенных ожиданий. Да, потому что они чреваты разочарованиям. Ну, нельзя жить одним днем, надо думать, а завтра, а послезавтра. Да, то есть сейчас все условные вот эти российские патриотки, типа, возмущенные, значит, требуют ответа. А когда ответа не будет, а его не будет, потому что все возможности исчерпаны, что произойдет? Они будут разочарованы, они скажут, что Крым-то слабак оказывается. Путин-то там 25 лет нас дурачил, сильным лидером притворялся, оказывается, ни на что не годен. Ну, или состарился, раньше мог, а сейчас ничего не может. Ну, в любом случае, вывод для Путина неутешительный. Вообще надо понимать, что вот в авторитарном государстве складывается такая политическая культура постепенно, когда единственное, что имеет по-настоящему значение, единственное, что легитимизирует, это является успех. Понимаете? Перестают в какой-то момент иметь значение слова. Человек, он же знает, что он будет подвергнуть репрессиям, если он скажет что-то антивластное. Поэтому он не говорит ничего антивластного. Он, если что-то и говорит о политике, он говорит про властное. Что-то там за Путина, за Родину. Так ведь? Ну, так он постепенно привыкает к этому, и он думает, что все остальные так же делают. Строго говоря, так и работает репрессия. Все остальные то же самое делают. Соответственно, человек постепенно, он-то понимает, что он неправду говорит. Так он считает, что и остальные говорят неправду. То есть из публичного дискурса исчезает искренность. Понимаете? И в такой ситуации, когда слова обесцениваются, то есть все говорят патриотические речи на публике, а в реальности мы телефонные разговоры же слушали, там Пригожина с Ахмедовым, или недавно, значит, вот этого сеченского подельника Троценко. Да, вот, вот, все патриоты. А на самом деле, вот что говорят. То есть люди перестают верить словам, слова обесцениваются. И единственное легитимизирующее обстоятельство в такой ситуации, это успех. Ну, то есть если ты демонстрируешь успех, то то, что ты делаешь правильно. Независимо от того, какие слова ты при этом произносишь. А если у тебя нет успеха, то неважно, какие слова ты произносишь. Это плохо. В этом смысле начинает работать гегельская формула. Все действительно разумно, все разумно действительно. Вот такая в результате длительного, на протяжении сотен лет, господства авторитарной модели в России сложилась определенная политическая культура. Культ успеха. Путин потому и популярен был всегда, что он с первого дня демонстрировал успехи. Он демонстрировал победы. И, соответственно, как только выяснится, что он не в состоянии, вот окончательно выяснится, не в состоянии эти успехи и победы демонстрировать, все, он будет Акела, который промахнулся. Когда Акела промахнулся, напомню, его готовы были порвать на куски те же самые волки, которые за ним бежали. Да, но многие победы Путина была его же инсценировка. Тот же Рязанский сахар, вы помните. Смотрите, принципиальное отличие истории с Рязанским сахаром от нынешней заключается в том, что тогда Путин был человеком, который только-только приходил на смену Ельцину. Он был новое свежее лицо. И, соответственно, ощущение, что все провалено, все прогнило, система не работает, ее надо менять, это работало на него. Понимаете? Создавало запрос на обновление, и он удовлетворял этот запрос. А сейчас-то это понимание, что все прогнило, все не работает, даже Кремль не могут защитить, работает-то уже против него. Запрос на обновление работает против него. Он сейчас уже отвечает. Вот тогда он не отвечал за ситуацию в стране. Ельцин отвечал. А Ельцин, там все его олигархи, там семья, вот это все прогнило, то, что ненавидели тогда россияне. Вот. А сейчас Путин за все это отвечает, понимаете? И поэтому то, что тогда работало на него, сейчас работает против него. То есть ситуация диаметрально просто поменялась за эту четверть века. Поэтому сейчас Путин, вот его главный нарратив, касающийся войны, все идет по плану. Так ведь? Какой же по плану? У вас Кремль же бомбят, Владимир Владимирович. Да? Понимаете, сейчас главным следствием что станет? Вырастет запрос на мир. Упадет спрос на войну. Ёлки-палки. Если мы воевать не умеем, если у нас все дырявое, то что мы поперлись тогда в Украину-то? Ну, хватит тогда позориться-то. Там в домовых чатах в Москве уже там вовсю говорят, пишут, значит, что какого черта получается, что нас в любой момент могут разбомбить. То есть если российские ПВО не в состоянии защитить даже Кремль, то значит в европейской части России вообще никто не может чувствовать себя в безопасности. Нет ни одного объекта, который был бы в безопасности, да? Вот подвести к этому выводу россиян, разве не является задачей ВСУ украинского руководства? Конечно, является. То есть современная война, это война в значительной степени психологическая война. То есть война эпохи массовой политики, она в значительной степени связана с попыткой влияния на общественное мнение в стороне противника. Поэтому такие усилия воюющие прилагают, значит, ну в части пропаганды, да? И деморализация противника – это крайне важная задача. Вот сейчас деморализация россиян происходит. Не случайно, кстати, если вы посмотрите вчерашние вечерние новости, главные новости российских телеканалов, вы увидите, что этой истории уделены от полутора до четырех минут сюжета. Самый большой сюжет – четыре минуты всего. Картинку взрыва, который полнится интернет, ни один телеканал не показал, потому что это позорная картинка. Вот этот главный купол российский над зданием Сената в Кремле, флаг российский, главный флаг российский, который вот там над этим куполом развивается, там вдруг взрыв. Понимаете? Это убийственная для российских войскей картинка, поэтому ее никто из телевизионщика не показал, потому что они не безумцы, они понимают, что это нельзя, это абсолютно контрпродуктивно. Люди же категориями картинок мыслят. Не случайно Кремль вообще полдня молчал про это. Он же об этом сказал, только когда уже стало понятно, что утечет все равно. Тогда решили применить правила первого звонка, есть такое в пиаре. То есть если новость, неприятная для тебя новость, рискует утечь, то лучше самому ее озвучить, чтобы первая интерпретация была твоей. Тогда все остальные, даже если потом будут спорить, будут вынуждены признать твою версию. То есть сначала хотели замолчать эту историю, понимая, насколько она позорная. Но потом вынуждены были уже признать, нехотя, но при этом явно эту тему пытаются пригасить. Поэтому телевизионщики уделили этому минимальное внимание. Значит, смотрите, я еще не исключаю версии, что это сделано российской властью с целью влияния, воздействия на общественное мнение, потому что влияние на общественное мнение будет крайне негативным и не выгодным крылью. Но я не исключаю того, что это могла сделать часть российской власти по аппаратным соображениям. Российские ястребы, ну это Патрушев Сечина в первую очередь, они работают на введение военного положения и обмена предстоящих выборов. Просто таким образом они укрепляют свои аппаратные позиции. И теоретически они могли, если искать какие-то версии такие хитрые, конспирологические, то теоретически они могли, вот они выигрыши оказываются, в каком смысле? Значит, ситуация в стране накаляется, и Путин выбит из колеи, и в этой ситуации он может отреагировать нервный и все-таки вести военное положение. И тогда эти ястребы на коне. Тогда все их аппаратные противники, все эти там так называемые системные либералы, технократы, все эти кремлевцы, какие-то там Кириенко, Вавайна и так далее, которые ограничивают, связывают им руки с его, и говорят, у нас выбор, у нас общественное мнение. Вводится военное положение, выборы отменяются автоматически, при военном положении выборы не проводятся. И после этого, ну какое общественное мнение? Какие выборы? Какой Кремль? Какой Кириенко? Какой Вавайна? Всем банкует Совет Безопасности. То бишь формально Патрушев, неформально Патрушев плюс Сечин. Вот. Ну плюс там рукой для остальных спецслужб, да, первого человека. Вот это, в принципе, ну такая хорошая история. То есть в этой ситуации они себя застрахуют. Ведь пока не исключен вариант, для них крайне неблагоприятный, что Путин, в какой-то момент окончательно уверовавший в то, что победа невозможна, может поддаться давлению вот этих проклятых технократов и сесть за стол переговоров. Остановить войну, сесть за стол переговоров или вообще даже взять, выдвинуть преемника и уйти на покой. И преемника выбрать из числа этих технократов. Может даже Медведева, там опять Медведев их ненавидит, они ненавидят Медведева. Это страшные аппаратные враги. И все, и в этой ситуации они Путину не нужны, тем более они не нужны преемнику. Их могут вообще не просто там на покой отправить, их крайними назначат за все происходящее. На них всех собак повесят. И все, конец для них. А вот если они убедят Путина послать все это к черту и ввести в военное положение, вот они себя застабилизируют вообще. И тогда уже эти все аппаратные противники, они не удел. И поэтому они могут вот такое сделать для того, чтобы Путина подтолкнуть к ведению военного положения. Ну, если по-другому уже никак. Значит, я, конечно, не очень... Вот в обычной ситуации я бы, конечно, сам не поверил в эту версию в том смысле, что поскольку происшедший есть реальный сильный политический удар по позициям Путина, то они бы не рискнули это сделать, потому что это уже игра против Путина. Они никогда не играли против самого Путина. То есть они играли в свои игры, но они следили, чтобы их игры не мешали Путину, потому что Путин такие вещи голову отрывает. Да, и поэтому, строго говоря, они, значит, ну, в другой ситуации я бы не поверил, что они на такое способны. Но Путин слабеет сейчас. Да, и поэтому то, что вчера было невозможно, сегодня уже, наверное, возможно. Особенно, например, в ситуации, когда они знают, что он реально колеблется и не исключает варианта с преемником. А судя по зимнему резкому усилению Медведева, который зимой Путин организовал, отдав ему под контроль практически весь военно-промышленный комплекс в рамках ВПК военно-промышленной комиссии, ну, Путин не исключает этого варианта. И для них это, для силойков, неприемлемо. Поэтому они, может быть, уже действуют по принципу, так сказать, или пан, или пропал. Или грудь в крестах, или головах в кустах. То есть рискуют. Вот. То есть, повторюсь, основная версия у меня все-таки от Украины. Причина та же самая. По какой причине, например, американцы, как только у них появилась возможность в 41-м году, значит, после Перла-Харбора, ну, вернее, в 42-м, это уже было, ну, точно не помню, не важно. В общем, спустя какое-то время, как только у них появилась возможность нанести удар по Токио, они это сделали. Они отправили группировку самолетов для того, чтобы... Чисто психологический эффект. То есть там военного смысла большого в этом не было. Но они это сделали, рискуя всеми своими самолетами, для того, чтобы воодушевить своих, и для того, чтобы не морализовать японцев. По этой же причине немцы, значит, пытались бомбить Лондон, вот, англичане в ответ пытались бомбить Берлин, да, потому что, вот, ну, это психологическая война. Это, вот, тоже очень важный аспект этой истории. Поэтому, поэтому, все-таки повторюсь, я склоняюсь к тому, что это Украина. Понятно, почему она отрицает, потому что, я думаю, что есть договоренность с западными лидерами, которые поддерживают Украину, ну, типа Байдена, да, чтобы, значит, ну, не подтверждать свои атаки на территорию России, чтобы у всех у них, там, у Байдена, условно говоря, есть же критики, там, типа республиканцы, да, которые говорят, ну, не все республиканцы, но их часть, которые говорят, я скажу, зачем так сильно там помогать Украине, там, да, это вообще такая непонятная история, надо давать хотя бы объемы помощи уменьшим. Есть такие голоса, и в Европе такие есть, вот, и там, и для того, чтобы этих людей переубеждать, нужно, ну, чтобы Украина выглядела такой жертвой, да, а тут какая жертва, если она в ответ такие удары мощные наносит, да, ну, уже как бы картинка такая, чуть-чуть такая, вот, и я думаю, поэтому Байден, там, условно говоря, понимая, что самой Украине это надо, да, нужно своих воодушевлять, нужно демонстрировать свои возможности, нужно деморализовывать российскую базу поддержки войны, иначе Путин до бесконечности воевать будет, вот, понимая, что это нужно объективно, но при этом, понимая, что это будет ослаблять его позиции в споре с этими Путин-ферштейрами, тамошними, да, ну, они говорят, ребят, ну, давайте вы хотя бы так публично там это не подтверждайте, и тогда мы своим Путин-ферштейром будем говорить, что вы придумываете, это не Украина, вот видите, они заявили, что это не они, вот, то есть позиция, значит, Украины, ну, их формальное отрицание этого всего, но оно понятно, корни понятны, да, но, но объективно, это слишком выгодно Украине, слишком невыгодно Путину, и, да, поэтому, вот, вот, как-то так. Через несколько дней, 9 мая, как думаете, стоит ли ожидать каких-то громких, и не просто громких, но и важных заявлений или событий в этот день? Может ли что-то случиться именно 9 мая? Ну, здесь та же самая логика, которую я выше пытался сформулировать, а что они могут сделать-то? Ну, они все свои возможности исчерпали. Понимаете? Ну, если они могли... СВО выполнила свои задачи, мы, значит, ставим точку, все, мы уходим там в оборону, например, или какое-то другое заявление. Ну, то, что Пригожин, вы имеете в виду, предлагал, да? Ну, то есть, Пригожин же недавно сказал, что надо вообще мир, но при этом удерживать те территории, которые мы, так сказать, удерживаем. Возможно, да. Ну, смотрите, это история, которой все идет, но она, строго говоря, к Дню Победы-то не привязана. Да? Понимаете? Ну, то есть, теоретически они это могут сказать, но я это не считаю чем-то таким значимым. для Украины, естественно, это ничего не меняет. Ну, конечно. Ну, так, и для России ничего не меняется. То есть, Украина будет наступать, Россия будет обороняться сейчас на этих территориях захваченных. Так ведь? Да? И если Путин даже вот это скажет, то, что он скажет, там, мы победили, значит, а после этого начнет отступать, ну, просто смешно будет. Понимаете? Понимаете, слова перестали иметь значение. Вот это вот вообще, они, конечно, дурака сваляли, они начали войну. А война это такая штука, там, где материальный фактор доминирует. Да? С словами войну не выиграешь. Вот. И поэтому не важно, что он скажет, важно, что он сделает. Да? Сейчас. А сделать они еще не могут. Вот. Все свои возможности они исчерпали. И поэтому вот все закончится какими-то словами. Будет, скорее всего, неубедительно, значит, потому что совершенно очевидно есть контраст между, значит, формой и содержанием между вот этой фетишизацией подвига дедов, так сказать, деды воевали, да, 45-го года, который формально посвящен празднику. И нынешней ситуации. То есть, деды-то воевали, молодцы, ничего не скажешь. Берлин взяли, Рейхстаг взяли, значит. А эти даже Бахмут не могут взять. Понимаете? Ну, такой контраст. То есть, нельзя вот вообще в принципе таких контрастов создавать в политике. Они против тебя работают. То есть, они сами сформировали вот этот фон, на котором сами выглядят бледно. Да? То есть, такая очевидная динамика, деградация. За три там поколения, которые прошли, из победителей превратились в каких, черт знает каких, лузеров, которые, значит, маленькая Украина не в состоянии справиться. Вот. Поэтому у них катастрофическая вообще ситуация. Меня вчера попросили ваши коллеги тоже вот с одной из украинских каналов спрогнозировать вообще, что Путин скажет. Типа, вы, дескать, бывший спичрайтер, писали? Ну, да, писал, и в том числе для Парада Победы писал. И поэтому, дескать, вот, что бы вы сейчас там написали? Я говорю, слушайте, увольте, я бы там повесился. Потому что ничего невозможно писать, невозможно ничего сказать. Потому что это все равно слова, да. Ну, словами можно жонглировать, когда есть какие-то успехи на деле. Тогда вокруг этого успеха можно там кучу смыслов накрутить. А когда ноль, зиру вообще в смысле успехов, ну, так чем пафоснее слова ты произнесешь, тем разительнее будет контраст между словом и делом. Вот. Путину и так верят. Ну, Путину в пропаганде там российской в целом верят все меньше. Да, как говорят, ничто так не убивает плохой товар, как хорошая реклама. Потому что она создает завышенные ожидания, да, вот, и, соответственно, ну, они чреваты с разочарованием. Чем выше ожидания, тем жестче разочарование, когда ты столкнешься с этим товаром. Вот прям та самая ситуация, которая сейчас складывается в России. А в этом же контексте не лишним ли будет парад? Поскольку как раз демонстрация какой-то живой силы как раз на контрасте с тем, что ничего не получается, будет функционировать. Вы правы. Вы абсолютно правы. Реально это тоже проблема. То есть у каждого, кто будет смотреть на этот парад, будет сидеть вот это предательское чувство внутри, там, у каждого патриота русского. значит, что ну да, парад на параде мы молодцы. А как только до дела дошло, так и значит, как говорят, гроша не стоят, а глядит рублем. Ну, медалькам-то браться, да, это красиво получается. И техника там по красной площади там едет, нормально. вот, а выиграть не могут. Вот, поэтому всегда и нормально. Мы можем вспомнить, когда, прошлый или позапрошлый год, когда там техника заглохла прямо на красной площади? И такие... Значит, поэтому им бы, конечно, лучше парад отменить, но они не могут это сделать, потому что это, конечно же, сразу вызывает вопрос, на что случилось. То есть надо понимать, что тема парада, тема победы вообще фетишизировалась на протяжении четверти века Путина, и незамеченным отмена не пройдет. То есть ты не можешь, не сможешь это выдать за какой-то технический акт. Это будет выглядеть как просто какая-то катастрофа. Ну и парады победы в провинции их отменить можно. Там они на самом деле такие. Они всегда были достаточно слабенькие на фоне московского парада. И для основной массы населения, значит, ну то есть все смотрели вот парад победы на красной площади по телевизору. Смотреть свой собственный парад на фоне вот того, ну он убого выглядит на фоне красной площади. Поэтому второстепенные парады можно отменить. Ну тоже, конечно, не очень хорошо, но не смертельно. А отмена вот этого парада это прям будет смертельно. То есть как ничто подчеркнет вот ну то, что вот ну все идет не по плану. Ну почти так же почти так же сильно это подчеркнет как и бомбежка вот эта вчерашняя бомбежка Кремля. Ну, наверное, за так неразгаданной загадкой для всех останется, что это за два скалолаза поднимались в этот момент над Сенатой. А я, знаете, я так понял, что я не то, чтобы специально это изучал, поэтому не настаивал на своей версии, но там же два взрыва было. Да, да, это второе было бы было. И я думаю, что после первого взрыва там они полезли смотреть они полезли смотреть значит, что там произошло. И тут второй случился и они попали вот в этот момент в кадр. Ну, не настаивай на этой версии, ну раз вы спросили, вот предполагаю. Вот я уточнил, значит, в 2.27 взорвался над Сенатским дворцом, а второй бы было в 2.43 и обломки упали на территорию Кремля. Ну вот, может, они там лазили между первым и вторым, может быть. Нет, это как раз первый был. Вы имеете в виду, они туда полезли до первого взрыва? Да, да, они лезли, еще в БПЛА не долетел. Они уже... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, честно говоря, не знаю, я не знаю, не знаком с системой там охраны Кремля. Оставим, поставим эту загадку, может, когда-то она будет разгадана. Как думаете, как среагировал Путин на историю с ЮАР, где ему сказали, что, товарищ Путин, вам лучше не приезжать, лучше по Зуму выступайте? Ну, как он может на это реагировать? Конечно, опечалился, разозлился там, ну, конечно, негативно. Это серьезная такая дипломатическая плевуха? Конечно, конечно, конечно. Но это еще наложилось на голосование в ООН, да, где Китай, неожиданно, Индия, значит, союзники по СНГ проголосовали за антироссийские формулировки, да, это, и вот вместе с заявлением ЮАР, это, конечно, там, с разговором Си Цзиньпиня с Зеленским, ну, вообще, по совокупности создало ощущение такой, значит, внешнеполитической катастрофы, ну, если не катастрофы, то такого очень серьезного чувствительного удара, поражения, то есть, это подчеркнуло, что Россия все-таки в изоляции оказалась, понимаете, а россияне этого очень сильно боятся, они это, они храбрятся, там, да, они любят говорить, там, у России нет других союзников, кроме армии и флота, так это может гореть, когда это нормальная армия, нормальный флот, а когда у тебя крейсер Москва стоннул, значит, когда у тебя ПВО такие, что они Кремль не могут прикрыть от флотников, но, слушайте, и так получается, вообще союзников нет ни армии, ни флота, да, и вот в этой ситуации, когда ты сомневаешься со своей армией, в своем флоте, крайне важно видеть, что у тебя есть внешнеполитические союзники, а это совершенно очевидно, вот эти происшествия подчеркивают, что нет внешнеполитических союзников, вот, и вот это ощущение одиночества, оно, конечно, пугает россиян, потому что, какой бы ты ни был там патриот, глубине души, ты все равно понимаешь, что, ну, противостоять всему миру, ну, никогда никому не удавалось, ну, то есть, если ты ввязался в войну со целым миром, ты все равно рано и поздно проиграешь, как-то так. Вот, по поводу против всего мира, с дипломатической точки зрения, да, голосование в ООН показало, что за Россию проголосовали Беларусь, Сирия, Северная Корея, а вот вчера в разговоре с Евгением Чичваркиным, он говорит, ну, голосование это хорошо, но нефть и газовые доллары продолжают поступать в Россию, и продолжают спонсировать войну против Украины, и идут, они льются, и в том числе из Индии, из Китая, из других стран, и этот поток не испанавливают. Извините, что перебиваю, но все меньше льются. Вчера или позавчера буквально на днях видела новость о том, что дисконт в торговле с Индией в последний месяц достиг пика, то есть санкции все-таки в значительной степени работают. Деньги поступают, но их гораздо меньше уже, чем раньше. Да, извините, все это просто... Да, да, нет, ну, потому что они все равно поступают. Индия, там, даже, к примеру, пользуясь случаем, наполняет свои там нефтехранилища и другие для того, чтобы откровенно сэкономить, сыграть на этой истории выгодно для себя. Но для нас-то проблема в том, что каждый этот нефтедоллар это очередная ракета, выпущенная по Украине. Ну, есть проблемы, я не говорю, что ее нет. Да, ну, а ты что, вот Чичварк, что он предлагает, или, ну, почему вот это? Ну, он предлагает, да, экономическую изоляцию России, вот, отказаться от энергоресурсов и перестать спонсировать войну. Не, ну, как бы, ну, окей, ну, я тут ничего не могу просто вот предложить в этой, в этой, я знаю, что это нереалистично. То есть, ну, там же на Западе все-таки идет борьба за общественное мнение. Ну, то есть, есть понимание того, что вот своя рубашка ближе к телу, да, то есть, куча людей там недовольна тем, что вот инфляция, цены растут, да, а если сейчас отказываешься от российских, от российских, значит, продукции российского тэка, ну, значит, цены-то еще больше будут расти, инфляция еще больше будет, да, и народ будет недоволен, вот, поэтому, ну, это просто нереалистично, я думаю, ну, западные лидеры, те, кто, ну, видно же, что они абсолютно искренне, и Байден там, значит, немцы, и Макрон уже там, ну, они абсолютно искренне возмущены действиями Путина, и все, что можно делать, я думаю, они делают, но им приходится считаться и с настроениями своей публики, посмотрите на Венгрию, например, да, это такой яркий пример того, ну, что, к сожалению, не настолько там, они все мобилизовались в части поддержки Украины, как, наверное, ну, было бы нужно, приходится считаться с общественным мнением Запада, там же демократии, но и там же, но и там же, и тоже проголосовала за эту резолюцию ООН, кстати, да, да, кстати, да, да. Господин Галямов, я буду вас благодарить, спасибо большое за содержательный, интересный разговор, дорогие зрители, берегите себя, и до встречи, спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитров А.Кулакова